4 глава оси в нашем проекте экзегет и в первых трех главах говорилось о том как оси берет жены неверную женщину блудницу и вот на примере этого странного брачного союза господь собственно показывает народу израиля как он к нему относится и что происходит между израильтянами и богом 4 глава более подробно собственно излагает претензии бога к израильтянам то что они блудят уже было сказано в чем же заключается слушайте слово господне сына израиля у господа тяжба с народом этой земли нет ни милости не истины не богопознания в этой земле мы очень часто описывая какую-то вот ну такую нечестивую жизнь да мы говорим в таких знаете обычно терминах вот у них там разврат у них там секс всякие такой не хорошие непозволительные а здесь как раз сексуальные такие вот образы они становятся не смыслом обвинения они становятся образом они становятся метафорой с помощью которых господь показывает людям что они делают не так и дело вовсе не в том что они там какую-то половую распущенность проявляют хотя вероятные ее а дело в том что у них нету ни милости не истины не богопознания то есть на первом месте все таки не то как человек там с кем он спит и вообще как он себя в этом смысле ведет а ценности более высокого порядка вот если есть милости истины и богопознания то все остальное как-то устраивается если их нету то уже даже не очень важно кто там с кем спит ну а что же есть проклятие обман убийство и воровство и блуд вот что в ней процвело но когда нет хорошего приходит плохое святое место пусто не бывает это понятно поверх крови новая кровь поэтому этой земле сужден плач пропадут все живущие на ней звери полевые птицы небесные и даже рыбы морские погибнут но не спорьте никто не обличайте друг друга это как разве пророк сам не обличает народ а вот мне кажется что здесь возникает такая тема споров и обличений которые направлены вовне вы либералы вы патриоты вы демократы вы начальники вы простой народ вы 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 да вот тема которая постоянно возникает наших по крайней мере российских разговоров кто хороший кто плохой кто виноват кто нет и вот ситуация когда в мне нету милости истинное богопознание она требует чего совершенно другого твой народ подобен тем кто со священником спорит это как причем здесь священники тем более что освещение как тут тоже ничего хорошего не говорится ну видимо вот нечто неуместное имеется в виду да там священник пусть он даже служит не так как он должен служить но он не для того чтобы с ним спорили он для чего-то другого а вот начинается это ожесточенное обвинение в том числе и можно обвинять священников например да и вот это выглядит как-то глупо и нелепо человек пришел в храм принести жертву для того чтобы выстроить какие-то отношения с богом вместо того чтобы это делалось он начинает спорить со священником чего на этого до виды этим добьется пойдешь ты днем а ночью падет твой пророк не оставлю следа от рода твоего то есть вот и пророк разделяет судьбу своего народа мы говорили уже на примере оси это особенно хорошо видно хотя и будут и другие пророки например и риме очень такие печальные я бы сказал что пророк это плохо и оказывается даже тогда когда падает народ пророков с не радуется что сбылись его пророчества пророк иона хотел так поступить а он к сожалению тоже падает вместе со своим народом он его часть мой народ за недостаток знания будет изничтожен как ты познавать бога не желал так и я тебе священодействовать не дам как ты закон забыл так и я забуду детей твоих смотрите как интересно ты не желал познавать бога я не дам тебе священодействовать то есть здесь как раз видим обращение к тем священникам только что к тем кто с ними спорит а здесь к ним самим кто думает что можно совершать некие ритуалы не зная бога обращаясь к богу как к некоторые высшие силы которые дают там удачу денежек успех на войне и все как и всякое такое прочее но не пытаясь познать его не пытаясь увидеть его волю не пытаясь последовать ей если так то не будет никаких священодействий это пустая форма и пророки будут очень много об этом говорить как ты забыл закон я забуду детей твоих мы обращаемся к богу с просьбами конечно прежде всего о детях чтобы у них все было хорошо но если при этом мы не следуем его закону то не будет у них хорошо вот собственно и все то что нам нужно мы не получим если мы не пытаемся принять бога если мы не пытаемся познать его его закон сделать с правилом своей жизни чем больше их число тем больше предо мной грешат славу их обращу в позор но мы же любим гордиться тем сколько у кого детей меня трое вот не у всех трое а у кого-то 10 это героический поступок да но чем больше тем больше грешат вот бывает и так что даже вот это славное число детей но или народы так гордятся да вот нас там столько-то миллионов десятков миллионов или у нас там высокая рождаемость но мы не ленимся да вот какие-то народы там допустим они вымирают а наш народ процветает да нет если это ведет к умножению греха в этом нет никакого собственно говоря повода для гордости и слава обращается в позор грехи моего народа вот пищи его беззакония вот чего жаждет их душа да когда грехи и беззакония словно еда для голодного вода для жаждущего вот то чем человек спешит насытиться что с народом то есть и священником исследую я его пути воздам ему за его дела ну да очень часто именно так и бывает что люди которые должны бы подавать пример или которые назначены на некое особое священное служение они полностью следуют всем остальным и ничуть не лучше будут ездить не насытиться будут блудить да не размножиться понятно это и в физическом смысле но и вот грех как нечто что не насыщает сколько не греши все равно грех это вот та страсть которая требует еще 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 да и блуд и физически конечно и в переносном смысле тоже это бы те усилия которые не приносят плода да вот вроде много всего а в результате это ничего ибо оставили служение господу блуд и хмельные вины завладели их сердцем мой народ вопрошает дерево и жезл им вещает это дух блуда их сбил с пути конечно блуд здесь можно понимать как сексуальную распущенность на самом начале книги это прежде всего обращение к язычеству и в этом месте снова вопрошают дерево и жезл что это такое а конечно это обращение каким-то священным деревьям и жезл вот некая палка торчащая тоже в общем может быть священным объектом в древности жезл часто воспринимался как ну и сегодня посох да например епископский посох или посох как символ царской власти вот и в древности они тоже были подобными символами и вот это обращение вместо живого бога к идолам либо священным некоторым предметом может быть и хорошим самим по себе но не богу обращаются эти люди а к этим вещам да вот это подобно блуду подобной ситуации когда человек вместо жизни в семье идет на сторону искать себе любовных приключений совратились бога своего оставив на вершинах гор приносят жертвы на холмах воскуряют но воскуряют то есть те же жертвы на благовония под дубом тополем телевинфом хороша от них тень а телевинф еще одно растение тоже вроде дуба то есть красивые такие наиболее мощные для того климата деревни у них там кани деревья у них конечно нету как в россии там каких-то вековечных елей но деревья тоже есть хороша от них тень в тени приятно посидеть полюбоваться потому и блудят ваши дочери развратничают невестки но и соответственно младшее поколение подражает старшему в том числе и физически не взыщу с дочерей ваших заблуд с невесток за разврат если сами вы ударились в загул то есть если человек сам ведет определенный образ жизни то он не может жаловаться на то что младшие поколения выбирают тоже вольный образ жизни не обязательно такой же но какой-то свой если вы сами ударились за гул с храмовыми блудницами приносите жертвы идет речь о тех кто при языческих святилищах занимался тоже какими-то сексуальными оргиями и это было не столько удовольствием ради удовольствия хотя она наверное там тоже было сколько действием ритуальным да то есть вот эта храмовая проституция совокупление в святилищах языческих это способ вызвать силы плодородия способ привлечь каким-то образом вот своей сексуальностью высшие силы и конечно это все совершенно несовместимо с любой формой единобожия вообще какой-то израильской религии но вот если вы себе такое позволяете что вообще там возражать на тему распущенности молодежи народ что не желает разуметь погибнет вот и все собственно да есть не хотите понимать вас ждет гибель но это все про израиль про северное царство но здесь будет привет и южному про которое выше было сказано что господь его все-таки спасет если ты израиль пустился в блуд то хоть бы пусть иуда не марался вот но и иуда иудея в которой иерусалим в которой храм где все-таки немножко ближе к идеалу ну даже чисто географически да и все равно и дальше не ходите в гилгал не ступайте в байтаван имеется ввиду святилища которые вроде были посвящены господу но у них было много языческого то есть такие полуязыческие святилища кляняясь при этом жив господь вот нет смысла производить эти ритуальные действия но отчасти потому что вот эти города гилгал бы и таван или местности они в общем не те где надо все это делать но даже не только в этом дело дело в том что удара суетливая религиозность когда вот много всего но нету богопознания она вне зависимости от географии не очень нужна она просто мешает забивает голову как бодливая корова упрям израиль будет ли пасти его господь как овцу в просторной долине привязался к идолам ефрем так оставь его ефрем это северное царство ефрем одно из главных племен которые там был то есть если ваши родные братья так себя ведут ну вы то хоть так себя не видеть напомню что это говорит пророк из северного израильского царства он обращается к своим друзьям как если бы и родственникам да если бы я сейчас говорил там белорусам и украинцам если в россии всякие безобразия ну вы то не безобразничаете я русский живущий в россии так говорю ну вот вновь и вновь из пророк патриот бога а не начальство привязался к идолам ефрем так оставь его закончилось питье они все блудят любит до бесчестно щиты свои губят там есть тоже такая игра слов то есть их амурное прохождение в общем лишают их всякой защиты ветер унесет их на крыльях обернуться жертву их позором ну и дальше будет тоже более подробно про эти вещи в пятой главе которую мы прочитаем следующий раз